Всех приветствую на своем канале. С вами я, Андрей Шутов. Канал для пострадавших жертв от психотеррора. Сегодня я хочу рассказать о таком явлении при психотерроре, как голоса в голове. Чтобы люди не путали, что такое аудиальный эффект получается и что такое шизофрения, когда это душевное заболевание. И что такое духовное заболевание. Это когда человек слышит голоса не из-за психики, не из-за техники, а из-за духовного заболевания. Это когда он одержим бесом. Я сейчас буду объяснять поэтапно. Голоса в голове у человека звучат от людей при психотерроре. Это делается технологически, с помощью аппаратуры. Однозначно. То есть, это реальные голоса. У них есть имена. У них есть рот. Отчетливо слышно их движение. То есть, через аудиальный эффект. У них есть имена. Они общаются. Они делают какие-то жесты. Это все слышно внутри черепа. По технологии, допустим, VoidT-School. То есть, мы уже эту технологию рассмотрели. Но есть еще закрытая технология, которую мы не знаем. То есть, через чипизацию. Голоса можно передавать так же. То есть, не надо никакой аппаратуры, никаких тарелок каких-то нацеливать. То есть, просто голоса у человека звучат 24 часа в сутки. Причем, эти голоса могут рассказывать, где они живут, чем они занимаются, кто они. У них есть имена, дети и так далее. Это ясно уже, что не психическое расстройство. Это никакие не бесы. То есть, да, они не отдают никаких приказов. Они просто обсуждают человека. Когда у человека при психотерроре аудиальный эффект, с помощью этой технологии также можно передавать звуки. То есть, звуки, стуки всякие, шлепки. Все это внутри черепа происходит у человека, чтобы тот не мог нормально, спокойно жить. В принципе, вот эта аудиалка создана, как я предполагаю, вообще для пыток. То есть, военным методом, то есть, да, наверное, человеку нацеливается вот эта вот аппаратура на мозг. Вот. И ему включается, наверное, может какая-то опера, и она звучит у него, прикиньте, часа два, может 24, там, может неделю. То есть, чтобы человек сошел с ума. Подобно пытка вот капля воды, да, когда на теме капает капля воды, и на третьи сутки человек уже начинает сходить с ума. То же самое здесь, просто эту технологию всю применяют сейчас на мирных гражданах, чтобы просто их доводить до психушки. Вот такая вот у них, у спецслужб, игра. То есть, у тех, у той мафии торсионной, которая занимается облучением жертв при психотерроре. Это первый нюанс, когда у человека звучат голоса в голове. Именно техническим методом. Чаще эти голоса, они просто бесцельно матерят человека. То есть, просто ему нарушают психику, чтобы человек просто не смог думать. Я предполагаю, основные цели этого, чтобы человек не имел никакой концентрации в жизни, чтобы он терял память, и к 80-70 годам, если он живет, этот пункт, ну, конечно, ну, дай бог. Вот. Если он, конечно, доживет. И чтобы он потом остался просто с разрушенной психикой, без памятства, да. И основная еще цель, это самая основная цель, я так считаю, еще раз. Это просто спровоцировать человека на убийство или совершить какое-то преступление. То есть, эти голоса могут звучать, 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 капать, капать, капать. То есть, ну, на мозге. Вот. Человек может молчать, никому не рассказывать, но ничего, они будут говорить, говорить, говорить эти люди, пока человек не возьмет топор и кого-то не зарубит. Таких случаев уже по новостям показывали штук, не знаю, тысячи. То есть, я видел много случаев, когда люди говорили, что у меня звучат голоса в голове, и поэтому я не выдерживаю, я взял топор и пошел зарубил там того-то человека. То есть, еще этой технологии, мне кажется, можно брать голос, получается, переносить его в череп. То есть, определенно брать голос чужого человека, переносить его в череп и так провоцировать людей. Все это делается с техническим методом, с помощью тайных технологий и аппаратуры спецслужб. Сейчас это просто для них игрушка, для того, чтобы людей сводить с ума, собственность в квартирах. Вот. И лишать их всей жизни. Это уже психиатрор. Пси-террор. Когда человека лишают всей жизни, денег и так далее. Лишает его, выживает его из мира и со света. Вот. То есть, второй нюанс. Это уже психиатрия. То есть, существует душевное заболевание, когда у человека звучат голоса. Естественно, это не люди. Я не знаю, каким образом это делается. Это будут знать только эти психиатры. Но мне кажется, тут тоже некая, ну, такая туманная, да, есть дымка, которая будет ставить, мне кажется, в такой дымке психиатры эти будут ставить диагнозы этим людям. Хотя это вполне возможно голоса психооператоров. То есть, просто они будут звучать там, ну, то есть, этой аппаратуры может звучать любой голос. Хоть голос там привидения, не знаю. То же, что очень, то есть, опасно. То есть, нельзя различить, что это за голоса вообще, душевное ли это заболевание. Да. Но если человек адекватный, да, его ложат в психушку, он говорит просто, что я слышу голоса в голове, совершенно нормальный, адекватный человек, то это уже, то есть, специально обученные, получается, люди этой системы. Они прячут людей просто в дурки, чтобы те, как бы, ну, просто там, они под психотеррором, просто их выжили с работы, просто, ну, в техушечку, в закрытой фазе. Просто, чтобы их истребить, чтобы их рот просто потух. Вот и все. Их вдруг уложат, накалывают, потом они выходят никем. Хотя это образованные люди, у них нормальные семьи. Просто, допустим, это делается так, в закрытой фазе, допустим, муж жене говорит, я слышу какие-то голоса, они мне приказывают тебя убить. Она думает, что он сошел с ума, вызывает дурку, его завозят в психушку. Там подготовленный уже этот психиатр ставит ему диагноз. Все, его жизнь перечеркнула. Он никому не надо, его с диагнозом никуда не возьмут. Ни на работу, никуда, абсолютно. Третий нюанс. Это когда у человека духовное заболевание. Это когда голоса у него звучат от бесов. То есть голоса звучат, как я предполагаю, мыслями. И сам бес может говорить вместо человека. Только это проявляется, если человек находится в духовно освященном месте православной церкви. Вот. Так что тут и вера тоже имеет значение. То есть, чтобы защищаться и от всех людей, которые применяют аппаратуру, и от всяческих заболеваний, и от духовных заболеваний, главное, это вот, крестное знамение и вера в Иисуса Христа, я считаю. Именно православная вера чистая, без ересей и без всяких там примесей, да, от лжеучений и всякого такого. То есть истинная чистота, которая в храме с причастием очищает душу человека, духовность всю. И в таком случае можно спасаться и от того, и от того, и от третьего. Поэтому, когда голоса звучат в голове от бесов, человек заходит в церковь, на отчитке стоит, когда читается молитва, его всего колотит, бесы начинают говорить его языком. Следовательно, это уже понятно, что голоса получаются бесовские. У них нет имен. Они не так и говорят, бесы, что им по тысяче лет, зовут их так-то-так-то, там, какой-нибудь демон такой-то-такой-то, и я пришел в его тело, потому что он согрешил так-то-так-то. Вот так. А когда говорит голос в голове, что я такой-то-такой-то, Викторович там, моя фамилия такая-то-такая-то, такая-то, имя отчество имеет, сидит в какой-то аппаратной, где ЦУЛИП, ЦУЛИП это подразделение, где работают все операторы, созданное специально для их работы, чтобы облучать людей. А все остальное уже, то есть в процессе психотеррора, гангсталкинг, все такое, это уже просто-напросто доведение до психушки человека именно не техническим методом, а травля людей. Вот. И эти все ребята в одной кодле создают человеку в жизни ад. Так вот, когда у человека техническим образом наводятся голоса, то это вполне различимо, и это никакой не диагноз, а человеку никто не поверит просто-напросто, потому что технология настолько хитра, что она является тайной, то есть тайной. И очень много людей слышат хоть раз эти голоса, я уверен, то есть в голове у них говорят эти все операторы, просто они подключаются к их каналам, к радиочастотным, головного мозга и так далее, и пытаются проверить их, что они там думают, как они реагируют на политику и так далее. Как выбирают уже жертв, вот, у кого звучат голоса при психотерроре, это уже разные есть способы. Могут выбрать человека просто, если у него, ну, если он инакомыслящий, если он за добро просто, да, в этом мире. Как говорится, он бы никогда не взял нож и не порезал бы своего брата. Вот. Еще есть некоторые другие причины, если там человек кому-то просто не понравился, а у того человека богатенькие связи. Все, он просто звонит этим спецслужбам, платит им деньги, они берут его под компьютер и все. Главное, плати. Также сейчас спецслужбы покрывают богатейших вот этих людей. Спецслужбам платят они деньги, дают взятки, они их крышуют, спецслужбы, и все. У них есть неприкосновенность. То есть, он будет уже, получается, властный. А все это объедено огромной кайбалой и молчанием, чтобы никто об этом не знал. Так вот, мы все жертвы психотеррора, получается, в какой-то степени погружены уже в ихнюю тайну, получается. Мы знаем их тайну, получается, и они вынуждены нас упечь, чтобы мы молчали, чтобы мы ничего не говорили. Довести нас до дурки и сделать нас идиотами, невменяемыми психическими нарушениями. Это они так хотят сделать. Но при психотерроре есть еще одна сторона, помимо аудиального эффекта, этих голосов в голове. Я видео, наверное, так и назову, голоса в голове, чтобы люди не путали. Если у них звучит дядя Вася, который сидит, бухает водку где-то в аппаратной и облучает мозг этому человеку, то это психотеррор. Если человек с душевным заболеванием, по нему видно, что он душевно больной, он Наполеон там или кто-то там он считает, это душевное заболевание. А если человек уже духовно заболевший, то там видно в церкви по нему. Так что я именно на своем канале касаюсь технического вопроса касательно психотеррора сейчас и я далее расскажу, что идет в дальнейшем после того, как у человека появляются эти голоса. У самого у меня были, переносили эти звуки в голову и я слышу только шум в правом ухе, потому что в правом ухе установлен какой-то чип. Я слышу постоянно шипение каждую ночь 24 часа в сутки. Но если они захотят, они могут мне постучав в голову перенести удар какого-то предмета, допустим, он возьмет, уронит себе на стол что-нибудь и это таким звуком мне отдастся в голове тысячи крат, там не знаю, 50 крат сильнее, что я проснусь. То есть эта аппаратура по сути, по сути, если так подумать, волшебство этого века. В это никто никогда не поверит. Объяснять что-то людям вот так вот, они его сочтут за сумасшедшего. Но тут же подкупает всех людей, которые изжили уже человека со свету, получается, вот этих людей, которые занимаются в реальности психотеррором. Это нанятые люди, их тоже брали под компьютер, я утверждаю. Вот у меня весь подъезд, наверное, весь подъезд в курсе, что меня облучают психотронным оружием. Просто им нагнали такого, что я там кто-то там по какой-то причине там и так далее. Я свои причины конкретно знаю. Вот моя причина. Все. Мне места нет в этом мире. Работы мне нет, потому что система, вы знаете, кому принадлежит. Я не буду уже объяснять в сотый раз. Все. Путь мне закрыт. Крест мое спасение. Господь Бог, Иисус Христос мой помощник, брат и тот, кто меня спасет. Мою душу и тело. Все. Больше мне нечего тут делать в этом мире. В ихней системе все, я не нужен. Они издеваются надо мной, постоянно стучат в стенки, не дают мне спать. А когда я шел к ним на работу, к этим, ну вы поняли, кому, да? Они издевались там надо мной еще больше, еще больше мне кишки выворачивали и все такое. И ждут час, чтобы дальше издеваться надо мной и так далее. Чтобы ты шел к ним систему и становился там рабом. те пытки, которые людям делают, им просто не передать. Ну, обычным людям не передать. Это тайные пытки внутри организма человека. То есть, человек на выглядит, я здоровый, да, я еще как-то кое-как сижу, говорю, но внутри меня творится постоянная борьба. Это боли постоянные, это постоянные пытки этим оружием, психотронным. Так вот, эти люди нанимаются для того, чтобы они выбрали в этой системе себе нишу. Они либо с Богом, либо они с этими ребятами, ну, вы поняли с кем, у которых много денег. Я их, пускай, назову каббалистами, подкрасить, под красной нитью. Вот они их выбирают, эти ребята, им говорят, я тебе сделаю место, я тебе дам все то, это я так предполагаю. Ты только делай то, что я тебе скажу. Он такой, 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 он такой, 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 такой. Промывка мозгов идет, у них есть НЛП манипуляции, у них есть оборудование, могут спокойно даже запечь его сожителя, вывернуть ему кишки и сказать, если ты не с нами, ты против нас. Все. Огромные колонны машин по всему городу за вами будут ездить. Эти все ребята с ними, с этими ребятами, у кого есть деньги. Вы поняли, о чем я говорю? Уже в 150 раз. Да? И эти ребята будут всячески приплачивать, давать места, окармливать их жен, давать им все вот эти вот технологии, удобства, комфорт. А вы будете подыхать. Вы будете погибать, потому что вы неугодны им. И я помню еще, когда у меня все начиналось. Я вышел, однажды сидел на остановке, они мне написали гангсталкеры. Ну где ты сейчас? Ты под забором. То есть их основная цель лишить жизни человека. Особенно, если он христианин, просто над ним издеваться. Вот вам и выбор. Вы либо с Богом сейчас, либо с мамонной. Я хочу обратиться к тем людям, которые продались этой системе. у вас есть выбор еще. Либо вы покаетесь, если вы даже православные люди, и вас спасет Бог ваши души. Либо вы идете из-за этого всего, из-за того, что вы не стали не на сторону Бога, а на сторону дьявола. И не потерпели тут, как все люди это делают. А продали свои шкуры, вы пойдете в ад. Но у вас есть еще время на покаяние. Господь всемилостив, Он все прощает. Но большинство из этих людей наелись закваски, вы понимаете, чьей? Закваски вот этой духовной, что Бога нет, и они вынуждены уже просто в грехах в таких вот прожить. А остальные люди из-за них, такие вот, как я, как остальные жертвы психотеррора, должны просто страдать. Вот так вот, такая вот жизнь. Вот куда бы я сейчас ни шел, надо мной будут издеваться. Потому что я в этой системе. Идти мне некуда, родители, допустим, меня не понимают, у них мозги промыты программами этого оборудования. И в этой квартире, как старцы говорили, квартиры, это будут гробы, бетонные гробы. Вот мне остается сейчас мучиться без работы, без ничего. Я еще раз объясняю. Запомните одну вещь. Те, кто сейчас с деньгами, сейчас вот, работает, кому дают бизнес, кому давали развиваться, в пределах вот этого десятка лет, это все ребята с этой системы. Даже если они русские, запомните, они продались, они всунут вам нож в спину из-за гроши, как только вы отвернетесь. И они знают, что вы под компьютером. Сто процентов. Они знают вас и вам вот эти ребята, о которых я вам выше говорил уже сто семьдесят раз. Подчеркну их так, с картавым акцентом. Они им скажут, что с вами делать, как над вами издеваться и еще больше заплатить. Так что, когда мне маманя сказала моя, что иди на работу, есть и русские люди, а я ей объяснил, что все они проплачены, что везде надо мной издеваются. Одна зомби программа, иди куда ты, иди и все. А куда идти, когда ты лишен жизни? Кому ты надо, когда тебе решили всего, когда у тебя отобрали молодость? Чем заниматься, если ты в этой системе и эти все люди, они профинансированы, проплачены, проинформированы, чтобы над тобой издеваться? В общем, расклад такой. Есть сейчас православные, как нас называют, гои, а есть другая сторона, дьяволопоклонники. Вот. И эти вот, те, кто называют нас православных сейчас гои, не обязательно, что православные. Достаточно просто, что у вас славянская кровь, у вас род есть. У них есть научные сотрудники, там они вычисляют ваш рот и они знают, кого они убивают, не волнуйтесь. Вот они вот служат этой системе и они вам жизни никогда не дадут. Так что, если у вас появились голоса в голове, аудиальный эффект, знайте, вы не сошли с ума, у вас был нормальный образ жизни, просто у вас начался психотеррор. Вот. Все, что я хотел вам рассказать. С вами был я, Андрей Шутов, канал для пострадавших, жертв психотеррора. Кто хочет мне дать интервью, пишите мне, я добавлю вас в скайп, вы мне расскажете свою историю, как у вас начались эти голоса, как у вас начали выживать из жизни. И это пополнит общую картину, да, картину на то, что, ну, это будет как картотекой пускай. Истории жертв, вот такой вот, такого вот, фашизм, когда в этой системе исключают из жизни просто людей, утилизируют, можно так сказать. Вот и все. И мне вот остается сейчас. Ходить, может, с утра куда-то подышать воздухом, полюбоваться на эту систему сатанинскую, как они здесь живут, да, и просто уже дожить эту жизнь. Все. Я уже знаю, жизни мне не будет. Если мне уже в собственной квартире не дают спать. Какая жизнь? Либо свой дом где-то в лесу, но вряд ли мне, я как я могу заработать денег, его купить. Так это вот хитро сделано. Либо уже все. Помереть в этой квартире, с Божьей помощью. Остается спасаться, молиться, молиться, каяться, молиться. Спасибо вас всех Господь Иисус Христос, Сын Божий, Святая Троица. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.